привет друзья с вами снова михаил давайте продолжим чернильную тему я вам покажу сегодня пять флакончиков чернил которые можно наверное довольно легко приобрести в любом магазине везде они есть паркер waterman и еще лами просто в камеру не влезли значит давайте начнем с самого банального паркер queen blue вот точно совершенно есть в любом канцелярском магазине флакончик 57 миллилитров цена рублей наверное 700 и вот и почему-то эти чернила как-то к ним принято относиться так через губу вот у меня никаких проблем с этими чернилами никогда не возникало паркер queen queen это исторически сложившиеся названия от слов quick in быстро и чернила то есть быстро сохнущие исторически сложившиеся названия сейчас ему не соответствует просто так осталось паркер queen blue вот эти чернила вполне мне нравятся на мой взгляд достаточно симпатичный цвет не везде широко продаются ну может быть чуть 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 менее текучий чем мне бы хотелось да но в принципе еще раз повторю абсолютно никаких вопросов при использовании они у меня не вызывали и чего к ним относится с каким-то определенным скепсисом я не знаю вот черный чернила паркера да мне не сильно нравится там такой довольно неприятный серый цвет вот а эти очень очень даже неплохие следующие а паркер queen blue black черно-синие чуть реже продаются встречаются в наших магазинах цена примерно та же самая 57 миллилитров около 700 рублей честно говоря когда я впервые услышал о чернилах blue black а я предполагал что они такие темно темно-синие на самом деле оказалось нет друзья они причем обычно серенькие вот почему так называются для меня честно говоря загадка паркер куинг паркер это пишу blue black опять же вполне неплохие чернил вполне симпатичный цвет довольно темненький чернила текучие больших каких-то проблем я с ними опять же не испытывал то есть вот вполне неплохо поэтому если в магазинах но вдруг когда-нибудь закончится чернила других марок я думаю что паркер точно не закончится никогда вот и на этих чернилах я вполне мог бы существовать вот следующий от роман опять же довольно широко продаются не знаю например в сети линке есть вот 50 миллилитров стоит примерно те же те же 700 рублей чуть чуть подороже чем паркер выходит да потому что там флакончик 57 миллилитров здесь всего 50 что хорошего в этом флакончике его можно ставить на бок когда у вас чернил становится меньше половины флакончик можно поставить на бок и заправлять ручку отсюда тогда можно глубже и опустить все ногти я перепачкал но ничего страшного вот роман сиренити блю например стивен браун рекомендует использовать во всяких винтажных ручках да потому что эти чернила легко отмываются и соответственно какая-то старая ручка вряд ли они ее окрасят испортит так далее но поэтому стивен браун рекомендует их использовать винтаже ну вот собственно я этим и занимаюсь вот следующие чернила которые опять же легко можно приобрести в наших магазинах не знаю у кого как в разных городах наверно все по-разному россии но по крайней мере в петербурге есть такой магазин сеть магазинов называется арт город если я не путаю что-то в этом духе да и вот там эти чернила просто лежат везде где только можно тоже флакончик стоит около 700 рублей флакончики от лами такие забавные как видим плоский но там внутри есть вот такое вот углубление то есть перо можно очень глубоко засунуть чернила вот и также флакончики есть такая бумажная ленточка это салфетка чтобы вы могли протереть перо и заодно пальцы хотя это пальцем уже не помогает мечтает и синие лами давайте на них тогда посмотрим лами блю неплохие чернила цвет я боюсь что он камера что-то не совсем так все показывает а тут такой вот хороший синий цвет и с меньшим количеством фиолетового чем например в паркере queen а чернила опять же довольно неплохие но на мой вкус чуть чуть суховаты я предпочитаю чуть более текучие чернила но в принципе очень очень неплохо и я ими довольно активно пользовался в разных ручках в общем они меня никогда особенно не подводили не напрягали и так далее очень неплохо очень неплохо ну и последнее что я хочу сегодня показать это лами blue black видите вот на лами blue такая голубенькая крышка здесь такая темная синяя крышка когда я покупал эти чернила я был уверен что они должны быть вот такого цвета на самом деле нет на самом деле совсем все не так вами blue black как видите чернила серые да ну чуть чуть синеватым оттенком конечно но по большому счету они серые чернила очень сухие цвет на мой взгляд довольно не симпатичный такой просто грязный серенький но чуть-чуть джинсовым оттенком вот эти чернила мне совершенно не понравились таким образом а что я вам хочу сказать я вам показал чернила которые продаются ну практически в любом канцелярском магазине паркер queen blue очень неплохо паркер queen blue black да тоже неплохо вот роман сиренити blue отличные чернила лами blue тоже очень неплохие вот лами blue black не совершенно не понравились вот очень неплохие чернила никаких проблем никаких хлопот они не доставляли разве что лами чуть суховат и да то есть их наверно неплохо используются ручками у которых обильная подача в остальном никаких претензий ни к одним из этих чернил у меня нету вот такое видео друзья увидимся в следующий раз пока пока